Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic! Компания наёмника мы продолжаем! И нам необходимо продвинуться вверх по чёрному листу, устранить цели и стать самым охренительнейшим наёмником, каких только видела галактика во вселенной Звёздных Войн. И для начала нам необходимо встретиться с каким-то Варденом на планете Ход. Ну что, давайте, собственно, отправимся на планету и уже там непосредственно будем разбираться, что да как происходит. У нас появилась цель, у нас появилась цель, нам необходимо устранить какого-то пирата-наёмника, если я не ошибаюсь, Трандашанского. Вот имя я его забыл, но в задании о нём как бы записано там. Устранить цель, получить престиж, получить плату, ну и продвинуться вроде как вверх по лестнице своего рода. Вот такая вот у нас вот в принципе-то вся и суть дальше этой кампании. По крайней мере, вторая глава. Мы будем устранять цели из чёрного листа. Забавненько. Вот самое что ни на есть, кампания-наёмника. Есть цель, и мы должны её устранить. И нам абсолютно плевать, кто встанет на нашем пути. Республика, Империя, Джедаи, Ситхи и так далее. Абсолютно наплевать. А тем временем, тем временем планета Ход. Ледяная морозная планета. Там, скажем так, есть создания, которые чертовски опасны. Наверное, одни из самых опасных в галактике, если так можно выразиться. И как бы там самим не стать жертвой и целью. Играем за наёмника, но самому бы под раздачу не попасть. Я говорю, по крайней мере, о таких страшных созданиях, как вампы или вампасы. Огромные трёх-, четырёх-, пятиметровые твари. Белого цвета, с белым мехом, рогами, огромными лапами и чудовищной силой. Поэтому можно быть как-то насторожен. Ну, нам, в принципе, не привыкать. Два бластера, невероятное мастерство, супер-броня. И я думаю, что ничто не станет на нашем пути. Сейчас мы появимся. Вот. Так, это мы сейчас где находимся? Дайте угадаю. На орбитальной станции, скорее всего, да? Вокруг планеты Ход. Да. Ну, ладно. Тогда давайте будем двигаться сначала к шаттлу. Да. Космическая станция Адамас. А уже с неё мы непосредственно попадём туда, куда нам нужно. Ладно. Допустим. Ракетные ускорители в помощь. Всё. Чё-то немножечко как-то подвисает. В принципе-то оно неудивительно. Но мы хотя даже сейчас и не на планете Ход. Вот там вот, учитывая масштабы этой планеты, там есть чему загружаться. Ну, не знаю. А, мы уже здесь. То есть он, видимо, заранее вообще всё прогрузил. И более того, у нас здесь как раз та зона, которая нам нужна. Сюжетная зона охотника за головами. Или наёмника. Ну, давайте войдём и посмотрим. Опа-на. Сходу загрузка так началась. Ну-ка, давайте-ка глянем. Но я здесь, чтобы взять этого запущенного. Не может быть. Ждите здесь. Я проверю. Вы, пожалуйста, простите мои манеры. Заключённый прямо здесь. Господи. Маленькая крыса. Но не будет вон проблемы. Нифига себе заключённый. Ха-ха. Как это тут сюда этих Ява занесло-то? Обалдеть просто. Проблемы? Что ты имеешь в виду? Он провёл в клетке уже несколько раз. Не спрашивайте меня, как. Он шесть раз сбегал. Но я полагаю, он уже не сбежит. Просто небольшой шум будет. Это просто усвоит меня с ума. Ой, космическая броня. Хороший цвет. Много света. Влетающий ящик. Увеличение. Ух ты. Полагаю, что белые мао... Это угроза типа ихняя? Удачи вам в понимании. И наблюдайте за собой. Ха-ха-ха. Обалдеть. Прикольный тип. Мне нравятся эти создания. Блин. И так их двое. О! Ствол стырил. Классный бластер. У тебя большие руки. Ты можешь это подержать? Нифига себе. У меня бластер забрал. Я бы хотел это вернуть. Дай назад, и я тебе покажу. Хорошо, вот тебе. Прикольно. Ну-ка. Так. Так, кто ты такой? Или погоди-ка, что Джава здесь делает на охоте? Ты кто вообще такой? Как тебя зовут, приятель? Близ Фрэнс. Зовите его Близ. А, Близ Друг. Близ никогда не видел друзей снова. Глупый Джерри Том. Близ украл технологии, спрятал там под плащом что-то. Босс Ваус что-то там охоту объявил на него. На Близ. Они говорят о себе в третьем лице. Я теперь не могу идти. Где я могу найти? А, ты поможешь мне, я помогу тебе. Давайте-ка вот так вот. Помоги мне найти Ваус, и возможно я помогу тебе. Близ любит голубоватого человека, который остановит Близ. Близ лучший. Попытаюсь я походиться на босса Вауса в лагере. Там будет ледяной кратер какой-то, но недалеко. Возможно он еще там. Босс Ваус всегда сражается и убивает. Страшно-страшно. Не преследуй его, будь осторожен. Какой-то глюк случился. Там как будто два этих Ява, на самом деле один. Да. Ну ладненько. Погнали. Прикольный тип. Действительно, что он здесь вообще забыл? Ну давайте будем искать этого ренегаута Вауса. Давайте будем искать. Погнали. Хе, взял бластер, остырил. Шустрый однако. Ничего не скажешь. Ну одет он, конечно, здесь по погоде, можно сказать. И так. О! Давайте-ка выучим. Угу. Все. Полетели. Где лифт? Лифт. О, спустился. Замечательно. Ну все, поднимаемся теперь. Поднимаемся. И давайте будем искать. Где он у нас находится? Пока мы поднимаемся, можно глянуть на карты. А-а-а, недалеко. Здорово. Сейчас, значит, тогда к нему и доберемся. Значит, он поможет нам, а мы поможем ему. Сделка и сделка. Так что, раз дали слово, то придется, скажем так, сдерживать его. Что уж там. А-а-а, вот сюда. Прям вот так. Вот зачем нам по дороге? У нас есть реактивный ранец. Мы так доберемся. Все. Движемся в этом направлении. Так, вот эти кошаки. Ух ты, они 38 уровня. Не хочется мне с ними завязывать бой. И пока посмотрим, что у нас там по навыкам. Сопротивление, щит, все дела. Это что? Так, это дротики лечения. Вот. По-моему, это как раз... Нет, это нихрена нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бляха, ты, мух, уворачивайся, уворачивайся. Не надо, чтобы в нас стреляли. Иначе мы долго будем убегать. Половина здоровья как разом-то слетела, а? Угу. Все, кажется, вот мы теперь движемся в верном направлении. И сейчас уже где-то будет здесь то самое место, которое нам нужно. Ну-ка. Где-то, где-то, где-то вот здесь. Да. Определенно здесь. Ёхараный бабай. Как же мне сюда спуститься? Для начала давайте-ка подлечимся. Во, подлечимся. Иначе мы нихрена не сможем тогда спуститься. А может быть и сможем. А может быть и нихрена не сможем. Хрен его знает, ребят. Может быть здесь какие-нибудь варианты есть? Нет, что-то здесь, смотрите, что-то здесь как-то совсем все круто. Мне эта ситуация вообще не нравится. Скорее всего, все-таки придется здесь. Либо можно объехать, конечно, можно объехать. Я думаю, давайте-ка не будем рисковать и лучше объедем все это дело. Потому что как-то ссыкотно лететь с такой высоты. Знаете ли. Надеюсь, что пронесет. Во. Во. Вот это другое дело. Аккуратненько. Тем более, не так-то уж далеко. Это если, допустим, какой-нибудь там кратер и далековато лететь, тогда да. Там проще попробовать спуститься по отвесной скале, чем искать очень долго путь спуска нормального. Бывают такие места. Поэтому тут нам повезло, что все было рядом. Ну что, пассивку напарнику. И пусть он идет в бой. А мы стрелять будем. Вот так вот. Ах ты, нихрена. На тебе. Есть, есть. Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Ракета пошла. Все. Отличненько. Кстати, у нас есть опыт. Ускоритель. Давайте возьмем. Почему бы нет? И вот мы, собственно, и вошли в эту систему пещер. Ну давайте будем искать теперь этого вауса, где находятся... Опа, на, вампы. И много мелких еще. Вот тебе на. Давай, 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 давай. На тебе. Есть. Все, он даже ничего сделать не успел. Он просто огреб по самое неболуй. Ну и хрен с ним. Давай-ка вот этого ракетой. На. Стреляй, 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 стреляй. Есть. Есть. Неплохо, неплохо, неплохо. Во. Здоровски. Как хорошо, что у нас есть ракетница в рукаве. Как говорится, хорошо, когда припрятан туз в рукаве, а у нас ракетница, да? Самое, что ни на есть. И это очень и очень здорово. Вон еще один. Что-то как-то странно, за них никакого доп. заданица не дает. Я почему-то думал, что у кого-нибудь заданица будет, оказывается, ни хрена. Давай-давай-давай-давай-давай. Опана. Давай, стреляй. Что-то ж можно-то. Господи, это что это он делает? Что-то как-то... Как-то он странно рукеры оставил Странный тип, ладно Опаньки Расстреляем всех Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Вот так вот Пам тебе Ах ты, ёлки-палки, всё Ториан Кадера нормально работает в ближнем бою Нам как раз не хватало бойца ближнего боя И вот он у нас теперь в команде Здоровски, ну что, давайте будем придерживаться правилого направления И попутно набьём себе стаки Пока мы будем бежать, попутно набьём себе стаки Они нам нужны Вот, смотрите, да, вот он тот Та локация Справа находится Опа-на, всё Стволы загорелись, энергия переполняет Давай-то, ё-моё, стреляй Ах ты, зараза Охренел, что ли? Пам, лазером Всё Ещё раз Всё Чё-то как-то странно Как будто я плюнул в него И он сдох Ещё и загорелся Ну и хрен с ним Погнали Посмотрим, что у нас здесь Вот мы попали в зону истории К... Наёмника Давайте смотреть Что у нас здесь Пока как-то всё тихо Как-то всё тихо И это немножечко напрягает Потому что в такой огромной пещере И никого да нет Это как-то всё странновато Гамарианцы Ренегат Ваус Мечники Вауса Окружили ещё этого Хм, страна О! Трандашанец Это, по-моему, кстати, он, да? По-моему, это тот пират О котором я говорил Что-то я забыл его имя глянуть Ещё одно существо для хранительницы Охотник Достойная жертва для охотника На, рубит, рубит Рога отпиливают Ёлки-палки Завалили Здесь Теперь вы заберёте свой приз Хранительницы С кровью И своими зубами Я слышу тебя Кто подкрался в темноте Когда мы Скажу так, обедали Тебе здесь не рады? Ты вмешиваешься в охоту? Хм У тебя большие проблемы Так ты пойдёшь со мной Ти на тебя охотятся, Восс И я здесь, чтобы взять тебя Ха, человек-охотник Я никогда не знал этого Похоже, что ты такой же, как и многие другие Я возьму глаза для Вуки И Клыки Я сразил чё-то дракона Крайта Сокрушил Арамас какой-то И у меня есть какие-то собаки охренительные Я их типа тоже сокрушил Это должно напугать меня? О, да ты, похоже, реально крут А, насмешки ничего не значат для хранительницы щитов Это ничего для меня Можешь спрятаться где-нибудь Ты недостойный Больше добычи ждёт меня Эти люди-охотники У них есть дух И у них есть достойная кровь И я оставлю их тебе Точнее, тебя им Наслаждайся Ааа, ну и хрен с вами Сейчас я вас разнесу на куски На тебе Ух ты Здорово Всё Кстати, гоморянец А какой охеревший Заморозим его Ой, не электризуем И давай-ка ракеты Вот так Вот это другое дело И ещё раз И поджарим Опа-на, смотрите То есть он как бы не сдох Мы типа можем с ним поговорить И узнать, что он хочет Ну давайте потрещим, что он скажет Ну Пожалуйста, босс, помогите Вы вернитесь Он слишком силён Твой босс трус Я слышал, что Восс просто террорист Но почему он оставил вас сделать свою грязную работу Капитан думает, что мы слабы Мы слишком плохие И для охоты должны быть более сильными Мы охотим на маленькую добычу Охотимся Чтобы мы могли охотиться на большую Ты пришёл, и капитан сказал, что вы маленький Так что мы сражались Но вы не маленький Я просто хочу вернуться назад Ммм Так, скройся Окей, окей Ты можешь идти Бесполезен Так, а мы могли бы его использовать Как-нибудь, чтобы найти Да ладно Отпустим его Или нет Всё-таки Ну, будем, как говорится Когда у нас такие стоят Трудные выборы Операции с того За кого мы играем Мы играем за наёмника Наёмника, у которого Есть деловые принципы Деловые принципы Но ему В принципе абсолютно плевать На всех, как бы На республику империя Абсолютно на всех Его волнует только его цель Но он, в принципе, мог бы И использовать кого-то В качестве цели Хотя В качестве получения информации Но от этого, я думаю Мы уже вряд ли чего-либо добьёмся И он вообще пытался нас убить Поэтому, я думаю Чувак Никуда ты не пойдёшь Ты заткнись Поросёнок Поэтому вот так мы всё решим Есть Хладнокровный убийца Вас не думал О нас Очень высоко Давай Мы должны посетить Другое место Всё Ну, погнали Погнали Поговорить с Близзом Теперь надо Ребята хотели нас убить И мы убили их в ответ Мы не играем за джедая Там за десантника Которые там все Способные Постоянно на сострадание Это наёмник Пытались его убить Он убил в ответ Вот и всё Весь расчёт Может быть Использовать для этих целей Телепорт Я думаю Давайте-ка к Кантине Причалим А оттуда уже непосредственно Доберёмся до Близза И посмотрим Что он вообще нам скажет Так что Так Кстати, сейчас надо Ради интереса Глянуть Что у нас там С показателями Это светлая Тёмная сторона У нас первый уровень Тёмной стороны Но Ребят Мы играем за наёмника Охотник за головами Так что Тут как бы Всё предельно ясно Такой жестокий Хладнокровный Но не бездушный Абсолютно Убийца Те, кто смотрит Те, кто Наблюдают за всем этим Те знают К какой компании Относится Такая характеристика Бездушная Безумная Машина Для убийства Которая ни жалости Ни сострадания Не ведает Так что Вот так Вот тут Предельно Всё ясно Ну давайте Потрещим Давайте-ка Потрещим Мы могли бы Его отпустить Если бы он Реально что-то Дельное Знал Либо Либо он нас там Я не знаю Выручил бы Спас там Конкретно Тут там Многие ситуации Васс Васс ушёл Он оставил Других умирать Так что Он сказал Что я не достоин Не было битвы Джага думает Джага Все Вассы говорят Об этом Близ Кое-что есть Босс Васс Думает Что он не достоин Очков Джага Теряем время Близ думает Что новый друг Может победить Другого Большого капитана Босса Васса Его нового друга По имени Большой Джага Он придёт за тобой Я слышал достаточно Ты идиот Прик очки Джага Помедленнее Что ты имеешь ввиду Под очками Джага Он имеет Джаганата очки Религия Трандашанцев Охотничья Они охотятся Во имя каких-то очков Это серьёзный бизнес Для них Дела Трандашаны Всегда ведут счёт Босс Васс Не так много Не такой как другие У него есть капитаны Белый Мау Близ Полагаю Получит хорошие очки Приблизься к капитанам К дроидам Там есть какой-то дроид Айор Ви-9 Большой босс Там в России Недалеко отсюда Расскажи-ка мне Насчёт Айор Ви-9 Что-нибудь есть такое Что мне поможет с Айором Но он не такой Как остальные люди Он только дроид У него есть Лазерные мозги У него есть Друзья дроиды Дроид человек У него есть Другие части Внутри тоже У него есть ещё Щит отражения Причём из Старта Звездолёта Суперсильный Новый друг Должен всё сделать правильно Близ знает Что там Его могут разнести На части Даже 2-3 Дроида Человеков Так как ты мне поможешь? Что у тебя на уме Близ? Близ Рекалибрует Бластеры Сделает Супер Ионовый Бластер Выстрел И большой Разнестся на части Дроида не смог Ничего сделать Близ Порвёт на части Всех в этом туннеле Найди босса Слама Стритвера И Близ Поможет Новому другу Близу Скажи Слам Что есть Три фазы В туннеле Каком-то И нам нужно Сопротивление Там что-то Какие-то резисторы В общем Заложить Господи Понятно Короче Туннели Сопротивления Резисторы Понятно Всё Нужно попасть В туннель И добыть Эти щиты Какие-то Красную кнопку Нажми Перезапустишь Дроида человека Всё просто Увидишь Новый друг Сказал Сламу Близу Всё нормально Ооо Нихера себе Он вообще Ребята Он походу Гонит Конкретно Чё-то Он о себе В третьем лице Говорит Забавные Создания Конечно Ничего не скажешь Очень забавные Но Будем тогда Придержаться Его плана Видимо Он очень много Знает И Он нам Как бы Помогает Значит И нам придётся В свою очередь Помочь ему В конце концов Есть Деловые Принципы Есть понятие Сделки И мы Как бы Нарушать Не собираемся Вот так вот Ну ладно Друзья Думаю Тогда давайте Здесь мы На этом Закончим И продолжим Уже Как обычно Всё в следующих Сериях Я с вами Прощаюсь С вами Как всегда Был Андрей Доцент Не забывайте Подписываться Если вы Всё ещё Не подписаны Если вам Понравилось Данное Прохождение То можете Поставить Пальчик вверх Мне будет Очень приятно А также Если вас Интересуют Другие Прохождения На моём канале Включая Прохождение За другие Классы В игре Star Wars The Old Republic То в описании Под видео Есть ссылочки С плейлистами Рекомендую К просмотру И не забывайте Заходить В группу ВК Все ссылочки Снизу В описании Под видео Всё друзья Всем Пока